Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Начинаем на Финам.фм, наш большой вечерний интерактивный канал. Реальное время. Будем работать с 19 до 21 часа. В этом часе у нас гость, очень интересный гость. Кто сейчас на портале финам.фм уже видит моего гостя, но я сохраню интригу для слушателей и проанонсирую следующий час. У нас будут итоги дня, традиционно с 8 до 9. И там масса гостей, причем очень интересных. Безусловно, главная тема, одна из главных тем сегодняшнего дня, это открытое письмо лидера машины времени Андрея Макаревича в адрес господина президента. Владимир Путин уже ответил ему, ближе к вечеру, стало известно, как отреагировал глава государства на это обращение. Очень интересное такое, я бы сказал, содержательный ответ дал господин президент. И вот в следующем части у нас по этой теме будут Андрей Макаревич, Виктор Шендерович и Павел Данилин. Будут представлены разные мнения. Собственно, автор, скажем так, нейтральный и еще один нейтральный эксперт. И еще одна тема, которая, безусловно, привлекла мое сегодня внимание, это то, что чиновники Минэкономразвития представили свой официальный сценарий развития финансо-экономической ситуации до 2015 года. И, в общем-то, они приходят к выводу, что еврокризис, если он действительно будет, а он будет, в этом сомнений никаких нет, может посеять в России валютную панику. Я пригласил двух гостей абсолютно с полярными мнениями. Это Игорь Николаев и Руслан Хасбулатов. В общем-то, и тот, и другой не нуждаются в специальном представлении. Вот мы об этом и поговорим. Ну и другие темы мы также готовим к итогам дня. Они у нас, как говорят, на рынке в состоянии высокой волатильности находятся. Но, тем не менее, я думаю, пока мы будем общаться с моим гостем, этого часа мои продюсеры порешают все эти вопросы. Ну, а здесь и сейчас в московской студии «Финам.ФМ» Георгий Сатаров, президент фонда «Дэн Дэм». Георгий Александрович, вечер добрый. Добрый вечер, спасибо. Рад вас видеть. Взаимно. У нас очень философская, но крайне практическая, как мне представляется, тема. Это перезагрузка по-российски. Вы знаете, я действительно вот думал, как назвать нашу с вами встречу и вспомнил, как-то с такой легкой подачи Хилари Клинтон, да, началась перезагрузка или перегрузка орфографическая. Была ошибка в свое время допущена в русской транскрипции в российско-американских отношениях. А я хочу поговорить о перезагрузке российской. Что здесь у нас происходит? Чего хочет власть? Чего требует общество? Может быть, вообще общество ничего не требует? Я единственное, прежде чем мы начнем с Георгием Александровичем общаться, напомню средства коммуникации. Как я уже сказал, это портал в интернете finam.fm для ваших писем. Там идет и прямая веб-трансляция. Можете слушать и смотреть. И наш многоканальный телефон 65 10 99 и 6, код Москвы 495, соответственно, для ваших телефонных звонков. Александр, вот то, что я вам сказал за эфиром. Я уже порой отказываюсь понимать то, что у нас здесь сейчас в России происходит. С одной стороны, Макареевич обращается с, ну, в общем-то, очень эмоциональным письмом в адрес главы государства. Говорит о том, что это все может закончиться. Вот прямая цитата. Дело пахнет тотальной катастрофой. Ответ главы государства. Обратитесь к бизнесу. Они несут такую же ответственность. Ни слова про чиновников, ни слова про бюрократию, собственно, на которую Владимир Владимирович опирается. Это с одной стороны. С другой стороны, я включаю, я очень не люблю российское телевидение. И всегда откровенно об этом говорю, потому что оно тошнотворное, простите. Я имею в виду информационную часть. Не художественную, не публицистику, не телеканал, культура в данном случае. Это, безусловно, высокий продукт. Так вот, я включаю информационный канал, который так себя называет. И вижу одно из главных новостей. Это покупка господином Бородиным, бывшим главой Банка Москвы, особняка Великобритании. Причем он установил очередной рекорд на рынке недвижимости Британии. 140 миллионов фунтов стерлингов и так далее. Это преподносится как одна из главных новостей. Я отказываюсь понимать, что у нас творится. Можете мне помочь? Ну, в некотором смысле творится ровно то, о чем сказал Макаревич в своем письме. У нас вообще при обращении к государю есть такая традиция выдавать за некие угрозы то, что уже реально происходит в стране. Это касается, например, разработок таких более-менее приближенных к престолу аналитических центров или обращения каких-то, ну, более-менее лояльных людей, как Макаревич, который, в общем, был лоялен и пользовался взаимностью власти. Ровно это и происходит. Мы наблюдаем распад. Распад государства, прежде всего. Это страшно на самом деле. Я напомню, что государство это современное государство, я имею в виду, а мы вправе рассчитывать именно на таковое. Государство это некая учрежденная обществом корпорация, которая учреждена, чтобы предоставлять гражданам некие услуги. Так вот, вот эта корпорация у нас исчезает на глазах. Ну, мы это видим, например, по таким признакам, когда общество начинает самоорганизовываться для того, чтобы тушить пожары, или разыскивать пропавших людей, или защищаться от бандитов, это значит государство не выполняет. Или помогать пострадавшим в результате катастрофы в Крымске. Да, это означает, что государство отсутствует, общество приходит, а у общества всегда есть инстинкт самоорганизации, особенно когда дело касается достаточно серьезных проблем. И это происходит именно тогда, когда государство свои функции не выполняет. Вот это мы наблюдаем по полной программе. Что касается письма Макаревича, я хочу к нему вернуться. Оно мне понравилось тем, что оно очень короткое. У нас не принято писать короткие письма. Он написал короткое, он написал самое главное. Действительно, две ключевые проблемы — это коррупция и справедливость, правосудие. Я напомню, что в английском языке это одним и тем же словом выражается «justice and justice». Это и справедливость, и правосудие. И это две ключевые проблемы для страны. Еще очень давно, еще в IV веке, было сказано, что такое государство без справедливости, как не шайка разбойников. Вот в чем проблема. То есть мы на сегодняшний день имеем шайку разбойников? Мы приближаемся больше к этому, чем к государству. И именно об этом пишет Макаревич. Другое дело, что, конечно, его письмо лет на 7-8 запоздало, потому что этот диагноз уже устарел. И то, что он формулирует в виде угрозы, это уже не угроза, а это надвигающаяся на нас реальность. Это колоссальная проблема. А то, что при этом происходит во власти, это реакция на эту надвигающуюся катастрофу, реакция только одного сорта. Защитить себя. Ни страну, ни государство, ни общество, а защитить себя. На ваш взгляд, почему господин президент вот в этом ответе, который передало сегодня, по-моему, агентство РИА Новости, да? Да, правительственное агентство. Он не упоминает ни чиновников, ни бюрократию, ни вот тот столб, на котором он, собственно, стоит. Он апеллирует к бизнесу и советует Андрею Макаревичу перевести стрелки туда. Это, я хочу просто понять, это что за ответ? Ничего нового в этом ответе нету. Ну, я сначала просто скажу, что, на самом деле, Макаревич уже к бизнесу обратился в лице президента. В общем, это главный бизнесмен нашей страны. О чем более-менее известно. Поэтому его отсылка, я имею в виду президента, она не очень уместна. А это очень старая песня, еще с начала нулевых годов, неоднократно. А вам Путин говорил о том, что главная проблема коррупции — это бизнес, который развращает белых и пушистых чиновников. Ничего в этом смысле не изменилось. Он искренне так считает? То есть я просто хочу понять, Георгий Александрович, это показуха для публики, да? Или, ну, вот человек, в общем-то, очень, более чем взрослый, да, 60 лет. Есть. И, наверное, в этом возрасте уже какие-то принципы сформированы. Но есть такое явление снятия когнитивного диссонанса, когда человек попадает в некую ситуацию конфликта ценностей, конфликта ценностей с его реальными действиями и так далее. И если этот конфликт очень некомфортный с точки зрения общечеловеческой морали, то человек начинает искать себе самооправдания и находить какие-то объяснения. Ну, например, если я погромщик и иду громить евреев, то я должен, естественно, руководствоваться тем, что они, так сказать, люди второго сорта или вообще не люди, они пьют кровь христианских младенцев и так далее, и так далее. Здесь то же самое явление. Человек может себя убедить в неком тезисе, чрезвычайно далеком от действительности, хотя, конечно, есть бизнес, который строит свои стратегии на коррупции, никаких проблем. Но и это превращается из, сначала из легенды по, так сказать, отмазыванию, превращается в убеждение. Это вполне такое распространенное явление. То есть это, если ты произносишь ежедневно эту мантру, то ты начинаешь в это верить. Тем более, когда это работает на некое снятие твоего внутреннего дискомфорта. Сегодня у нас здесь в гостях в реальном времени Георгий Сатаров, президент фонда Индем. Вот пока будет идти краткий выпуск новостей. Я вам советую зайти в электронный ежедневный журнал. Сегодня Георгий Александрович написал там пост. Он называется «Взгляд на осень 2012 года через призму истории». То есть можно запараллелить, можно и прочитать, и нас послушать. Краткие новости. 19 часов 17 минут. Это реальное время. Финам.фм здесь и сейчас у нас Георгий Сатаров, президент фонда Индем. 65 10 99 и 6 финам.фм. Наши средства связи. Звоните, пишите, смотрите нашу прямую веб-трансляцию на портале. Я вам честно за эфиром сказал. Я не прочитал сегодняшний ваш пост. Но я сейчас внимательно пробежался. Не могу сказать, что скрупулезно. Но некоторые вещи меня, конечно, зацепили. Здесь вы пишете, что Путин и Медведев не традиционные восточные деспоты, а в гораздо большей степени продукты пропагандистских проектов властвующей бюрократии. Еще один такой момент, который я сейчас, конечно, уже потерял. Но смысл следующий. В том, что сейчас из Путина пытаются сделать такого, что ли, восточного деспота. Нет, он сам пытается. Поясняйте. Да, сейчас я объясню. Восточный деспот – это человек, принадлежащий к культуре, где правит не закон, а воля деспота, где граждане относятся к этому сравнительно равнодушно, и где смена власти происходит не на основании каких-то легитимных процедур, а совершенно произвольным образом. И вот те два тезис, которые вы огласили, они взаимосвязаны. Это не только я. Очень многие об этом говорили и очень давно, что главная функция Путина – это пиар-прикрытие бюрократии. Вот это вертикали. Это вертикали. И Путин чрезвычайно эффективно это делал. Он завоевывал любовь, он завоевывал рейтинг, конечно, монопольный рейтинг и так далее, и так далее. Но сейчас не будем обсуждать средства, а будем обсуждать факт. А это означает, что Путин был нужен этой бюрократии, он от нее зависим не менее, чем она от него, ровно в той степени, в какой он эту функцию выполнял. Трагедия нынешнего момента для него состоит в том... Да, и чтобы было понятно, эта бюрократия с нулевого года знала цену этому рейтингу. Она понимала, что Путин сидит на своем престоле не потому, что за него проголосовало 75%, а потому, что это мы, это вертикаль, мы это сделали. Вот такими-то и такими-то методами. И представления его легитимности были совершенно определенные. Поэтому, когда мы вдруг обнаруживали, что вот бюрократия абсолютно непослушна ему, она ничего не выполняет, он регулярно на своих этих самых телепрезентациях, там, общениях с народом жалуется, что вот то не выполнили здесь, то не выполнили там и так далее. Это такие частные следствия того обстоятельства, что они знали ему цену и не считали нужным этим командам сверху подчиняться, когда это противоречило их интересам. Сейчас проблема в том, что этот рейтинг начинает реально таять. И он эту базовую для бюрократии функции теряет. Он им становится ненужным. Он это понимает. Никакой может быть тогда реакция на осознание этого? Реакция сторон понятна. У тех, кто этот проект поддерживал, организовывал, обеспечивал, реакция простая — сменить проект. То есть вы реально считаете... Что об этом задумывается. Уже? Да, беспокоен. И не начиная с вчерашнего дня, а несколько раньше. Но это говорит... Это первое. А второе — это реакция Путина — защитить себя. Для этого у него, как у любого деспота, две угрозы. Первое — это подданные. А подданные начали демонстрировать, что они являются угрозой. А второе — это то твое, так сказать, окружение, которое защищает тебя от первой угрозы. Но это окружение тоже им недовольно. Он прекрасно понимает, что команды могут не проходить, могут саботироваться и так далее, в зависимости от их интересов, этого его окружения, а не в зависимости от его интереса. И поэтому он должен привести к стремени и это окружение. Здесь есть два способа. Первый — это сменить окружение, как это делал, например, Иван Грозный, как это делал Гитлер ночь этих самых длинных... Ну и сравнение у вас, Георгий Александрович. Вот, как это делал Мао Цзэдун во время культурной революции. Я опираюсь только на историю. Я опираюсь на исторические аналоги. История консервативна точно так же, как эволюция. Очень часто базовые сценарии воспроизводятся. А второй сценарий — подчинить их своей воле. Для этого можно комбинированный, если всех не менять, комбинированный вариант. Кого-то ты устраняешь, взорвавшегося нелояльного и так далее. Остальных запугиваешь и выводишь на сцену новый отряд элиты. Ну вот, на ваш взгляд, господин президент уже кого-то устранил, кого-то припугнул или еще время не пришло? Он к этому готовится. Я напомню две инициативы, которые были поданы не с его стороны, естественно. Это введение поста специальных таких прокуроров, независимых, которые будут иметь полномочия расследования по делам высокопоставленных лиц. Любых высокопоставленных лиц. Сейчас они у нас несколько имеют специфический такой характер. А вот некие специальные прокуроры по этой новой инициативе будут иметь такие полномочия. Они будут выведены из подчинения генпрокурора и подчиняться президенту? Да. Это первое. Второе... Это интересный маневр. Да, это 16 июля сего года можно почитать разные источники газеты РУ или ведомости. И совсем недавняя инициатива — это проект закона о том, что должностные лица должны избавляться от зарубежной собственности и других активов. Причем там две редакции есть относительно такая лайт-версия господина Железняк, господин Пономарев. И совершенно не лайт-версия — это господин Трапезников, господин Лысаков, господин Луговой. Луговой, да. То есть там вообще комбинированная такая схема. Я общался и с теми, и с другими. От общения с Андреем Луговым я ему откровенно это сказал. У меня волосы дыбом встали, конечно, от их предложения. Вот. Это все, вот в эту дуду их нужно приводить к ноге, потому что иначе не защититься. А задача, самая главная для него задача — это защититься в нынешней ситуации. То есть, да, скажем так, подопечные, подданные представляют угрозу. Еще большую угрозу представляют. Не меньшую, как минимум. Не меньшую. Да. Это та... Непосредственное окружение. Тот колос, на который он упирается. Понимаете, в чем дело? Ведь здесь ловушка, в том числе и последних выборов, потому что аргумент для смены в любой форме. Некий переворот дворцовый — это его нелегитимность. Народу говорят, вот источник всех проблем, вот, так сказать, нелегитимный президент, и мы должны проводить новые выборы. Они по той же технологии проводят новые выборы. И все. Ну, а, Георгий Александрович, Георгий Сатаров, напомню, слушателям сегодня в реальном времени, Георгий Александрович, а кто же та вот эта сила-то, которая может сказать, ну, вот видите, кто виноват? Вот вы видите? Там самое интересное... Это не персонифицированные понятия или персонифицированные? Нет. Это, скорее, типологизированные. Там понятно, что, возможно, три типа реакции на вот эту подготовку этой атаки. Первое — это драпать. Что они и делают очень активно. Судя по тому, как господин Бородин умеюще распорядился финансовыми ресурсами. Я сейчас говорю не о бизнесменах, а о должностных лицах. Георгий Александрович, ну, мы в самом начале с вами сказали, очень сложно отделить одно от другого. Согласен, стопроцентно. А дальше, попадая на Запад, они должны опасаться, например, значит, требований выдачи там и так далее. Значит, что они должны сделать? Они должны изобразить из себя политических борцов. А. Да, а для этого что нужно делать? Разоблачать своего врага. А знают они очень много. И они должны вот изображать из себя борцов с режимом, просить политического убежища и защищаться от, значит, этих самых всяких безобразий со стороны Путина. А второй вариант это искать, вот ровно того, о чем я говорил, искать некие мостики с оппозицией недовольной, пытаться с ними организовываться и искать возможности вот такого, так сказать, расширения народного недовольства при некой поддержке изнутри. То есть те законы, которые были приняты в таком спринтерском режиме, они были не случайные? Ну, конечно. Митинги, НКО, иностранные агенты? Конечно, это защита от угрозы номер один, а сейчас пошел поток, это защита от угрозы номер два. Если обе защиты сработают, естественно, то мы получаем нормальную восточную деспотию. Да, и третий вариант это внутренний дворцовый переворот. Поясните. Ну, в духе 18 века у нас традиция российская очень даже вместо одного царя появляется другой. Нет, дружище, Юрий Александрович, ну мне сложно представить там господина президента, который подчеркивает там великолепное свое здоровье. У Горбачева тоже было хорошее здоровье. Здоровье определяется не состоянием человека, а тем, что про него говорят в СМИ. Как и вся наша жизнь определяется тем, что про нее говорят в СМИ. Ну, если посмотреть государственные или окологосударственные, или каналы, аффилированные с государством, то там все замечательно. Там практически все замечательно. Там знаете, как подается вот падение, вот американцы вчера выстрелились на Марс, да, у нас протон очередной грохнулся с двумя спутниками. Учерб оценивается как минимум от 5 до 6 миллиардов рублей. Так вот, государственная пропаганда это подает так. Ракета взлетела, но не вышла на орбиту заданную. Ну, то есть, вот почувствуйте игру слов, называется. Ну да, все почти хорошо. Я хочу уточнить, потому что то, о чем вы сказали, это очень важно. Вы считаете, что в ближайшем окружении Владимира Путина есть люди, которые могут ему бросить вызов, как в свое время бросили вызов Михаилу Горбачеву? Конечно. Это есть в окружении любого, так сказать, властителя. Лидера. Лидера, если его легитимность сомнительна. Если у него нету реальных политических механизмов, а таковых нету, потому что, ну, Единая Россия, это не политическая организация, естественно. Таковых, ну, в реальной, в легальной сфере уже почти нету. Вот та ситуация, которая создана, которая казалась бы вот таким оплотом стабильности, она чревата нестабильностью и нестабильностью в самых неожиданных формах. Фантастический вариант, мое предположение. А может ли Владимир Путин маневрировать таким образом, что опорой станет обычный народ? Апелляция напрямую, то есть если он почувствует реальную угрозу. Ну, уже такие попытки предпринимаются. Он уже, как бы, разделил общество на образованную недовольную часть и на всех остальных, и апеллирует к ним при любой возможности напрямую, к их инстинктам, к их интересам. Это уже происходит. То есть он уже работает в этом направлении. Георгий Сатаров, президент фонда НДМ, здесь и сейчас, в реальном времени. Ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута, это реальное время. Финам.фм. Георгий Сатаров сегодня у нас в гостях. Отвечает на мои ваши вопросы. Письма на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Георгий Александрович, ну вот я очень часто, я даже вот по тем письмам, которые уже пришли, и у себя в Твиттере, и в Live Journal, в блоге, читаю, что основной массы российского народонаселения, в общем-то, все по барабану. Что там наверху? Вот очень хороший мой знакомый, известный предприниматель Дмитрий Потапенко, сказал, что основная масса людей жаждет, чтобы паечка была побольше. И все. И уж простите за жорганизм, и не заморачиваются на эту тему. Вот на ваш взгляд, действительно, российские подданные могут составлять некий вызов и угрозу? Подданные в целом нет. И этого не бывает никогда в природе. Я напомню, что когда... То есть не стоит испытывать иллюзии по этому поводу. Ну, конечно. Когда распадался Советский Союз, с основной массой было то же самое. Серьезные изменения делаются несколькими процентами населения. Не более. Ну, верхняя планка — это 5%. Это в самой тяжелой ситуации. Ну, например, в ситуации затянувшейся войны. Больше не бывает. Поэтому тут существенно позиция нескольких миллионов человек в стране. В первую очередь в Москве. Не только в Москве. Ну, в Москве в первую очередь, конечно, потому что она всегда опережала... Столицы всегда опережали некие тенденции и 200 лет назад, и 20 лет назад, и сейчас. Но я напомню, что когда был кризис Советского Союза, то некоторые вещи раньше происходили в других городах. Ну, например, когда демонстрации свергали первых секретарей обкомов. Помните такие истории в Ургограде, в других местах и так далее. Это происходило не в Москве. Это происходило в других городах. Но зараза, конечно, шла из столиц. Это, ну, естественное свойство централизованной страны. Если я вас правильно понимаю, мы являемся свидетелями и, наверное, соучастниками краха нынешнего государства. Вот той формы управления, которая была применена за последние 12 лет. Ну, чтобы было понятно, это очень тяжелые слова. Да. И часто их воспринимают как полное исчезновение государства. Конечно, это не так. Но некие базовые функции начинают коррумпироваться не в смысле буквальном вот этом уголовного кодекса, а проржавливать и переставать нормально работать. Это, безусловно, так. Ведь что у нас происходит с образованием? Что у нас происходит с медициной? Что у нас происходит с преступностью? У нас по оценкам наших криминологов реальный уровень преступности примерно в 8-9 раз выше официально. А во что у нас превратился, например, в Следственный комитет России? Ну да. Это вообще не поддается уже никакому объяснению. Причем не только глобально, но и локально. Ведь еще надо понимать, ведь и в МВД, и в Следственном комитете есть немало нормальных людей, которые нормально работают и так далее. Тут в чистом виде, когда говорят, что рыба гниет с головы, это идет, естественно, с политической верхушки. Вот это ржавение и исчезновение государства идет прежде всего сверху. Простите за пафос, но нас может что-то спасти вот от краха? Да. Первое — это страх. Реакция... Все три типа реакций, которые я описал, это все реакции... Это разные реакции на страх. Страх — чрезвычайно сильный политический стимул. Страх власти, страх общества или страх тех и других? Прежде всего, страх власти, потому что они-то более чутко реагируют на вот эти какие-то сейсмические толчки, которые до них доходят, чем общество и даже его продвинутая часть. По многим причинам они реагируют более чутко и цена краха для них гораздо выше. И это главная причина. Прежде всего, страх. Второе — это активная продвинутая часть общества и ее способность к самоорганизации, что оно, кстати, и демонстрирует. Это правда. Это средний класс, это молодежь и так далее. Последние 4-5 лет они проходят под знаком колоссального роста самоорганизации общества. И это одна из базовых надежд на выход из этих колоссальных проблем. Вот эти две вещи. С одной стороны, страх элиты, а второе — способность к самоорганизации. Но все-таки, на ваш взгляд, перезагрузка по-российски возможно или мы обречены? Либо так. Либо возможно, либо обречены. Потому что, Георгий Александрович, меня на самом деле не очень радует, да? То, что я рисую. Да, финал такой. У каждого из нас в буквальном смысле есть что терять. Ну, во-первых, страну. Начнем с этого. Я, хоть я принадлежу к либералам, но я переживал крах распада СССР. И не я один. В общем, это был общий шок для очень многих людей, ну, скажем так, из РСФСР. А я из РСФСР. Поэтому я бы не хотел переживать еще один крах. Тем более, я приведу один простой пример. Когда распадался Советский Союз, была такая проблема, как ядерное вооружение. И была республика, которая взяла на себя и в состоянии была взять ответственность за контроль над ядерными вооружениями. РСФСР в главе с Ельцином. Что с этим произойдет сейчас, предсказать трудно. Поэтому эта проблема, проблема потенциального распада СССР, это не просто российская проблема, это мировая проблема. Что почему-то крайне вяло воспринимают на Западе. Ну, вот чувствуется, знаете, необреченность, а есть такое емкое русское слово, которое характеризует безнадега. Ну, есть еще одно, но я его в эфире не произнесу. Да, есть, есть, да. Иногда за эфиром я его тоже использую, когда вот узнаю типа репортажи, как господин Бородин и подобные с ним покупают британскую и иную недвижимость. Я просто хочу понять, ну, мы, наверное, вот как это непафосно звучит, должны меняться. Мы должны менять ситуацию. Очень часто люди задают практический вопрос, ну, с чего начать, да, но что, я работаю, я воспитываю детей, там, у меня семья, я плачу ипотеку, автокредит, там, и так далее. Уже куча людей поняли, что надо начинать с себя, и они это делают. Вот это самое отрадное явление последних лет. Я, да, мне все... То есть за нас никто не будет ничего делать? Абсолютно. Куча людей мыслит совершенно синхронно следующим образом. В принципе, у меня неплохо. Я нормально зарабатываю, у меня квартира, там, машина, я езжу отдыхать, там, в Европу или еще куда-нибудь, но сколько ж можно. И я что-то должен сам делать. И они идут и делают. Сначала они начинаются, там, с решения каких-то социальных вопросов, потом неизбежно откаются политические. Все мы это наблюдали на протяжении последнего времени. Это главная тенденция и это самая главная позитивная тенденция. Но параллельно государство идет в разнос. А, конечно. А государство, вот, не государство, власть, это разные вещи. Надо отвечать эти два понятия. Может быть, власть без государства. И может быть, государство, кстати, с растаявшей властью, тогда происходит революция. Вот. И одни, тоже это чувствуют. Ну, так вот, люди выходят, люди самоорганизуются. Как мгновенно это произошло сейчас, в Крымске, да? Совершенно мгновенно, чрезвычайно эффективно и так далее, и так далее. это главная надежда. И во власти есть люди, которые это видят, которые это понимают. Именно этого типа люди начнут, в случае чего, когда действительно они почувствуют жареные, они начнут наводить мосты. И сдавать. И сдавать. Тех, кому они сейчас обязаны своим положением. И сдавать, потому что другого выхода нету, потому что расплачиваться надо с теми, с кем они будут наводить мосты. Чем расплачиваться по реальным счетам. Георгий Сатаров, президент фонда Эндем, здесь в реальном времени. Вот, кстати, о сдаче и о том, что происходило в недалеком прошлом. Илья спрашивает вас. Вам не стыдно за свою деятельность во времена Ельцина, приведшую к нынешнему беспределу? Я отвечу так. Любое время, любой отрезок времени содержит зародыши и позитивного, и негативного. Так устроена социальная динамика, это тривиально. И отрезки времени различаются не этим обстоятельством, оно универсально, а некими фильтрами, которые отбирают из этих зародышей что-то в будущее, позитивное или негативное. Я знаю за собой, и я об этом писал, и неоднократно, и говорил в эфире, свои ошибки. И я их анализировал, и сейчас я пытаюсь исправлять это теми средствами, которые мне доступны, когда я на свободе со сравнительно чистой совестью. проблема нынешнего времени в этих фильтрах, что нынешнее время берет из прошлого. Вот давайте обратим внимание на простую вещь. Например, очень часто представители нынешнего истаблишмента говорят, вот вы нас обвиняете в том-то, а ведь это появилось еще во время Ельцина. у меня вопрос к ним. А почему вы из времен Ельцина взяли именно это? А давайте проанализируем, а что было и зарождалось во время Ельцина? Почему вы не взяли оттуда, например, свободу прессы? Простой вопрос. А почему вы взяли именно это? Вот в чем проблема, и вот в чем ключевая разница между временем, между эпохой Ельцина и эпохой Путина. Разница в фильтрах. Ну и потом все-таки на мой взгляд уже абсурдно приводить примеры 90-х, коль скоро уже 12 лет, мягко говоря, иные люди и иной режим установлен в стране, а апелляция к лихим 90-м идет постоянно. Меня это коробит несколько. Юрий Александрович, вот у нас буквально минута до новостей, это и четверти, но я задам этот вопрос, я слышал такое мнение, причем от очень близких для меня людей, что Борис Ельцин был поставлен в такую ситуацию, при которой он вынужден был пойти на назначение преемником Путина. Можете опровергнуть или подтвердить это? Ну, это не очень как бы в его стиле быть поставленным и искать единственный. вы понимаете, это же маневры тоже разные. Не, значит, очень коротко мы об этом писали в нашей книжке эпоха Ельцина. Ельцин после августа 98-го года сменил типаж преемника. И он вместо такого молодого реформатора, который должен совершить очередной рывок, он искал типаж охранителя, который сохранит достигнутое. И он перебирал служилых людей. Последним в этом переборе по времени оказался Путин. Вот и все. Вместо него мог оказаться Примаков, Николаев, Степашин и там Бордюжи, самые разные были конкретные персоны. Оказался этот представитель этого типа. Вот и все. Георгий Сатаров, Реальное время, краткий выпуск новостей, затем ваши письма и звонки. 19.47 в Российской столице, это реальное время, и у нас в гостях Георгий Сатаров, президент фонда Индем, вот в этой части ваши письма на финам. ФМ и ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Виталий просит прокомментировать ответ Путина на письмо Коревича. Виталий, на начало программы адресуют, после 8 вечера, буквально в 8.05 наша программа, наша беседа с Георгием Сатаровым уже будет на портале финам.фм. Там Георгий Саныч разложил, что называется, по косточкам и высказал свое мнение по поводу и письма, и ответа. Вечер добрый, в эфире, как вас зовут? Добрый вечер, Павел, меня зовут, Иван Юрий, вашему собеседнику, и оба, уважаемого господина Сатарову. Очень коротко постараюсь, боюсь, может, несколько будет пространно, почему все-таки такой у вас и ожидание катастрофы. Говорю вам, как, в общем-то, свидетели, участники событий 2004 года в Украине, да, вот, и, в общем-то, катастрофы не произошло. И Украина, вы помните эти ужасные сценарии, расколется на две части, по левому и по правому берегу метра, и, тем не менее, приход президента Ющенко не ознаменовался катаклизмами для государства. Да, мы можем говорить о том, что очень многое из заявленного не было реализовано, но факт остается фактом. Пришел президент другой формации, не все у него получилось, но он заложил основы те, что в Украине на сегодняшний день возможны свободные выборы и все остальное. Почему такой пессимизм относительно будущего России? Да, спасибо, Павел. Спасибо за ваш вопрос, вы привели очень хороший пример, потому что ключевая разница состоит вот в чем. Они сумели, ну, как бы политическая элита наступить на горло собственной песни, на горло своим страхом и допустить возможность нормальных выборов. И эта машинка у них закрутилась. нормальные выборы, нормальная политическая конкуренция далеко не сразу приводит к экономическому оздоровлению, социальному и прочее, прочее. Хотя я знаю примеры, когда эта синергия получалась. Я имею в виду Восточную Европу. Да, но даже там то, что сейчас называется Центральная Европа. Центральная Европа. Даже там на это понадобилось порядка десяти лет. У нас пока еще десяти годам с четвертого года так сказать мы Украине дать не можем. Там политический класс проявил некую ответственность. В том числе и потому, что конечно там на Украине коррупция есть так же как она есть в России, но все-таки у них не было оснований так держаться за свои места, как это к сожалению есть сейчас у нас. Когда пребывание на посту воспринимается как единственный способ защиты. Иного не дано. Да. 65 10 99 6 финам.фм Реальное время. Георгий Сатаров президент фонда НДМ. Алексей пишет из Вологодской области обратный таймер тикает. Время системы Медведева-Путина заканчивается. Терять многим россиянам просто нечего. Они уже потеряли самый ценный ресурс это их время и время на них на их счастливую жизнь. Слушайте, ну вот я не соглашусь знаете с каким моментом что многим нечего терять. Я думаю что все-таки при галлопирующей и хаотичной смене формы управления системы власти и всего остального мало никому не покажется. Вы знаете я не хочу демонизировать и там тучи сгущать и так далее. Я все эти годы надеялся на разум власти потом я надеялся на систему на принцип самосохранения ну в конце концов они же должны понять что ничего ничего не срабатывает. Вот потрясающее совершенно совпадение ровно сегодня мне вдруг в голову пришла мысль являются ли лично для меня потерянными эти 12 лет. И я дал себе ответ что нет не являются. Во-первых ну это касается вот этого не является касается собственно моей личной и фонда НДМ научной деятельности. Мы за это время смогли сделать очень много понять придумать и так далее и так далее что может быть полезно в будущем. И я надеюсь у меня есть как минимум еще столько же для того чтобы то что мы поняли придумали и так далее можно было бы внедрять в нашу жизнь. Это первое. Второе. Эти годы не являются потерянными для страны ровно по той причине которую я уже упоминал вырос средний класс произошла смена поколений и новое поколение в общем-то очень недурное я имею ввиду его активную часть конечно полно циников которые там едут во всякие лагеря встречаться раньше с Руковым теперь с Путиным но я езжу езжу по регионам я вижу очень много совершенно замечательных молодых людей то есть это не потерянное время а уж какой опыт негативный накоплен страной который может быть очень полезный это такая прививка от расслабления и готовности положиться на монарха это это очень серьез и это очень полезно все-таки очень хочется надеяться при этом что мы не перейдем в некую черту невозврата я выход из этой ситуации вижу только один и как-то не странно звучит это честные свободные выборы но хотя бы например в парламент страны для начала для начала и в московскую городскую думу мне я всегда это подчеркал все эти годы очень странно наблюдать в городском парламенте две фракции коммунистов и единоросов да причем там коммунисты представлены тремя депутатами все остальное занимает единая Россия как говорят в таких случаях ничего личного но хочется сказать ребят бога побойтесь причем тут Москва вообще добрый вечер в эфире как вас зовут алё добрый вечер Владимир да Владимир вы знаете замечательную тему вот хотелось бы вы говорили вот надо из всего прошлого надо брать все положительные и вот сейчас вы знаете очень часто выступают по радио по разным каналам много специалистов экономистов умницы вот почему бы вам самим не соорганизоваться ведь есть сейчас возможность интернет-ресурс очень большая аудитория почему не самоорганизоваться не найти людей не бросить клич тем кто вот ну очень уважаемые люди известные вот как вы и не принести что-то полезное разработать какую-то систему не воинственным каким-то способом а именно вот специалисты экономисты деловые люди чтобы вас же поддержат и у вас будет большая возможность чтобы что-то сделать для страны в противовес правительству которые конечно там очень слушаешь идея даешься как они рулят страной а вот не применить все положительное что вы накопили за прошлый да Владимир спасибо большое простите то что прервал спасибо за этот вопрос первое самоорганизация политическая самоорганизация происходит экспертная самоорганизация происходит я хочу вам доложить что экспертным российским сообществом независимым российским экспертным российским сообществом наработано очень много вот ситуации 91-го года просто не сравнить. Другое дело, что до вас это не доходит, потому что до вас доходят концерты, сериалы и так далее, и так далее. И вот передачи, где положено смеяться. Это отдельная проблема, но наработки потрясающие в огромном количестве. И если что-то свеженькая мысль какая-то появляется во власти, то это выдернуто именно из этой сферы. Я могу бесконечно приводить примеры. Что касается лично меня, у меня политического драйва нет. Это не мое. Я не был политиком, я напомню, что я был просто чиновником, высокопоставленным чиновником, но не политиком. И мое главное это исследования и этим я провожу их в специфической сфере. Это не холодная плазма, и не история Древнего Рима, а это вот то, что происходит у нас сегодня. Как это понимать, как с этим разбираться, что с этим делать. Но вы все это делаете с точки зрения исторического анализа. Я очень люблю историю, я знаю, что она учит. Такое чувство складывается, что российская власть вообще не обучаема. Знаете, вот бывают такие случаи клинические достаточно, но не обучаемые. Ну, это общий диагноз. Люди не очень любят учиться на исторических уроках. Всегда кажется, что, ну, со мной-то это уже не произойдет. Увы, это не так, со стороны виднее. Вот. И в той части, которая касается экспертной поддержки изменений в России, я этим занимаюсь, буду заниматься, и этому посвящаю остаток жизни. На самом деле, попытки объединиться, попытки как-то консолидироваться, они есть. Алексей Кудрин, да, создал свой комитет. Мы с ним встречались, разговаривали. Он очень внятный, очень грамотный человек, безусловный профессионал-финансист, да, он на своем переделе. Многие его обвиняют там в том, что он близок к Путину, что и сейчас ходит к нему на чай. Я в этом проблему не вижу, да. Ну, есть возможность пойти к президенту на чай. Почему бы не поговорить с ним, и в том числе не донести ту информацию, которой ты обладаешь, да. Что он и делает, кстати. Воспримут, не воспримут, это уже, как говорится, проблема господина президента, да, а не Алексея Кудрин. Ну, и другие переделы. Я все-таки, Георгий Александрович, я очень хочу закончить нашу программу, да, на такой ноте, что не все потеряно. Нет, не все потеряно. Еще раз. Самое главное достижение этих 12 лет, это изменение в обществе. И мы это видим отчетливо совершенно. Второе. Во власти есть люди, которые не только боятся, но и понимают тупиковость того, что происходит, и в той или иной мере готовы к изменениям, и готовы к контактам с вот этой активной частью общества. Если это еще не видно отчетливо и не стало фактором политической жизни, это дело времени. Ну, и последним, провокативно будет достаточно вопрос. Владимир Путин будет до 18-го года президентом, на ваш взгляд? Сомневаюсь. Сомневаетесь? Да. То есть это может произойти значительно раньше? Да. Это будет преемник или это будет непреемник? Это непредсказуемо. Непредсказуемо. То есть на сегодняшний день никто не может сказать, как это будет развиваться. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Георгий Александрович Сатаров, президент фонда НДМ, был сегодня в реальном времени на Финам. Я хочу еще раз вам напомнить, что если вдруг какая-то не было у вас возможности, зайдите сегодня на ежедневный журнал. Там мой сегодняшний гость опубликовал очень интересный пост. Я его приближался после программы, обязательно прочитаю досконально. Там действительно очень интересные такие размышления. Часть из них Георгий Александрович рассказал. Так что заходите, читайте. Ну а сразу после краткого выпуска новостей начнем подводить итоги сегодняшнего дня.